Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я делал онлайн-курс по WordPress, ссылка в описании, там я коснулся темы плагинов, выбрал 7 топовых, но на самом деле полезных плагинов гораздо больше. И я решил потихонечку рассказывать про лучшие из них. Вообще плагинов для WordPress, как вы наверное знаете, существует превеликое множество. Я наверное буду периодически возвращаться к этой теме. Сегодня два очень простых плагина – Broken Link Checker и Activity Lock. Начнем с Broken Link Checker. Он нужен для поиска на сайте битых ссылок и неработающих картинок. Устанавливаем плагин. Я думаю не нужно рассказывать как это делается и активируем. Ну и собственно начнем с настройки. Ими же и закончим, потому что плагин, как я уже говорил, предельно прост. В настройках мы видим пять вкладок. Первая вкладка «Общая» отвечает за то, с какой периодичностью Broken проверяет старые ссылки. Здесь можно указать почту, на которую он будет присылать отчет о проверке, а также включить, отключить предложение и предупреждение по битым ссылкам. Следующая вкладка «Искать ссылки в». Тут все просто. Ставим галочки, где хотим, чтобы Broken у нас на сайте проводил проверки. Вкладка «Что проверять» отвечает за то, какие ссылки он будет мониторить на ошибки. По умолчанию стоят самые используемые. Вкладка «Протоколы API» отвечает за то, какими протоколами он пользуется для проверки. И последняя «Дополнительно». Здесь мы выставляем время ожидания загрузки. Если ссылка грузится дольше, чем мы выставим, Broken посчитает ее битой. Решайте сами, в зависимости от того, насколько медленно грузится ваш сайт в принципе. Здесь же устанавливаем права, кто может видеть виджет в консоли. А также тут есть возможность ввести журнал. Все. Сохраняем изменения и смотрим, как это работает. Во вкладке «Broken Link Checker» мы обнаруживаем, что проверки пока не было. Обновляемся. И вот она, наша битая ссылка. Посмотрим. Тут у нас есть выбор, что делать дальше. Редактировать, удалить, оставить как есть или отклонить. И перепроверить. Выберем «Редактировать». Это у меня ссылка на битую картинку. Я изначальностью расширения. Добавляем расширение. Обновляем. Применяем. Смотрим. Бинго. Битых ссылок больше нет. Для небольшого сайта этот процесс можно повторять не очень часто. Для крупного портала, я думаю, придется периодически пробегать по сайту. Для этого в первой вкладке мы настраиваем периодичность от 1 часа и более. А каждую новую заведенную ссылку он проверит сразу автоматически. То есть мы можем быть почти уверены, что битых ссылок на сайте больше не будет. Теперь второй плагин. Activity Log. С помощью Activity Log вы можете следить за активностью пользователей в административной панели. Отмечается все, что создается, редактируется и удаляется в постах. А также на страницах, в плагинах, категориях медиа и так далее. Ну то есть можно сказать, что отмечается все, к чему пользователи приложили руку. А также, это особенно приятно, тут отмечаются все активности залогинившихся пользователей и даже, не может быть, не залогинившихся. Вот, например, сейчас я зайду на сайт как администратор и свершу пожертвования. Так, а теперь открою вкладку инкогнито, зайду как обычный юзер и сделаю то же самое. Отлично. Возвращаемся в консоль, заходим в Activity Log и видим, что у нас на сайте были произведены два пожертвования. Один от админа, а второй от неизвестного. Напомню, что отследить пожертвования на сайте не так-то просто. Нужно настраивать события в Google Analytics. У меня, кстати, есть хороший курс по Google Analytics, ссылка в описании. Не думаю, что каждый из наших зрителей умеет это делать. А тут, собственно, все делается в один клик. Ну, хорошо в три. Сначала еще надо установить Activity Log. И после этого он начнет отмечать, что вы залогинились, вышли из аккаунта, отредактировали, удалили аккаунт, а также написали, отредактировали, удалили, не важно что, страницы, комментарии, посты. Но сразу оговорюсь, он не отмечает простые переходы по ссылкам, не отметит, если кто-то сохранит изображение или посмотрит у вас на странице видео. Как мы можем видеть, за активностью он следит, если задействовать какой-то плагин. Например, WooCommerce, BB Press, или как в нашем случае, Flamingo. Ну и, собственно, что касается настроек, тут они минимальны. Мы можем выставить количество дней для ведения журнала и очистить логи. Доступ к журналу имеют только администратор и редактор, при этом редактор не видит активности администратора, а вот администратор видит активности всех. К сожалению, тема WordPress достаточно узкая. Это только для разработчиков и владельцев сайтов. Поэтому, если вы разработчик или владелец, поддержите скринкаст лайками. Ну и пишите в комментариях, какие плагины, на ваш взгляд, относятся к самым топовым. А также подписывайтесь на канал, кто еще не и любите друг друга.